Спонсор показа – наш интернет-магазин умабук.ру. Все доходы от продажи направляются на содержание сайта умма.ру. . Очередная тема – ровность ряда. От Нумана . Но здесь, конечно, идет максимальное усиление у обоих глаголов. . Или вы будете выравнивать ряды. Здесь усиление максимальное. Ну, с точки зрения глагола. Там три элемента стоят. То есть три дополнительных элемента привязаны к глаголу, усиливающий его смысл. И там получается, или вы будете выравнивать ряды, или же Всевышний разобщит вас. Ну, там смысл такой. То есть вы будете смотреть в разные стороны. Ваши лица будут смотреть в разные стороны. Это образно. То есть вы будете разобщены. На этот счет я писал целые отдельные темы. Даже вот здесь я вам сейчас зачитаю, как увидеть рай эта тема. Ну, потому что к ней временами подходили в 90-х, в нулевых проблемно, поэтому пришлось этот материал написать. А так сам хадис, он говорит о чем? О ровности ряда. У нас проще. У нас с вами есть вот такие вот ковры. А если вы где-то на улице, тем более пустыня, песок, какой там ровность. Один туда встал, другой сюда встал. То есть сплошная кривизна. Нет, даже в те времена этим хадисом четко подчеркиваю, что очень важно, чтобы ряды были прямыми. И вот здесь в пояснении . . Ну, здесь один хадис вывязывается с другим. Так как в хадисах говорится о ценности, то есть сообща два человека совершают молитву и более. Вместе совершают молитву. Два человека и более, джемаат, совершение обязательной молитвы, сообща с другими лучше, чем индивидуально, отдельно совершаемая молитва. На двадцать семь степеней лучше. Да. И здесь говорится. И вот с учетом, что это лучше, у молитв, которые совершаются сообща с другими, есть определенные дополнительные условия, которые как раз являются причиной вот этого, что лучше, более привилегировано. И вот как раз таки, чтобы в полной мере присутствовал смысл лучше на двадцать семь степеней, крайне важным является, чтобы ряды молящихся за имамом были ровными. Да, вот в нашем случае есть ковры, но даже ковры. Один может чуть впереди встать, другой чуть позади встать. Иногда. Ну, редко, но бывает такое. Поэтому лучше какую-то одну линию выбирать. Здесь же можно по разным линиям встать. Какую-то одну линию выбирать и по ней прямо четко вставать. Здесь ровность рядом. Вот что важно. И это как раз является значительным вкладом в то, чтобы именно молитва, сообщаясь с другими, является лучше, чем индивидуальная молитва на двадцать семь степеней. Когда два человека, два человека – это уже джемаат. Но здесь тот, кто второй, он встает справа на расстоянии одной ступни позади. Он не встает отдельным рядом. Он встает. Вот один встает имамом, второй встает позади него справа, назад, то есть чуть позади, на расстоянии одной ступни. То есть у имама ступня завершается, у второго она как раз здесь начинается. Справа встает. А уже когда два человека за имамом, тогда уже начинается ряд. И ряды. Вот вы заходите в мечеть, ряды наполняются, то есть они должны наполняться. Они наполняются откуда? Справа, слева или середина? Вот вы заходите, один ряд уже заполнился. Да, то есть ряды заполняются серединой.